Всем привет! Во вторник я выпустил ролик об убийстве блогера в центре Москвы, в парке Горького, и многие в комментариях попросили проинформировать вас буквально до конца следствия. И знаете, уже есть что вам новое рассказать. Об этом обязательно сегодня поговорим. Также на этой неделе огласили приговор хабаровским живодеркам. Сколько нужно будет провести этим девушкам, которые издевались над животными, убивали их и постили это в соцсетях, вы тоже сегодня узнаете. Ну и положительные новости тоже есть. Так, ютуберу исполнилось два года. Вот так вот быстро время летит. Недавно, кстати, наткнулся на свое первое видео и удивился, что у меня вообще там в голове творилось, я не представляю. Всем привет! Это проект ютуберы, да, и жизнь за неделю. Вспомним, что произошло за последние семь дней в сфере блогеров. Обязательно напишите в комментариях, как вам вообще вот такой вот Эрик, может кто-то впервые такое увидел, и можете поздравить нас лайком, кого есть желание. Ну что ж, начнем. Помните, в прошлом году все очень громко обсуждали хабаровских живодерок, те, которые избивали и издевались над животными, а вскоре и вообще убивали их. Я так скажу, что справедливость частично восторжествовала, так как девушкам дали реальные сроки. Первой Алене Орловой дали 3 года и 10 дней в колонии общего режима, а второй Алене Савченко 4 года и 3 месяца. И вроде бы да все, угомонитесь, дали им срок за все. Только в том-то и дело, что за жестокое обращение с животными девушки не получили никакого срока. Статья 245 предусматривает до двух лет лишения свободы, а девушки по этой статье получили 150 часов принудительных работ. То есть не будь других нарушений по другим статьям, они бы просто месяцок поработали на улице и все. То есть они бы поняли, что это им реально практически полностью сходит с рук и продолжили бы резать и щенков, и котов. Они же просто неадекватные. Хотя экспертиза показала, что адекватные. Представьте, какой бред. Нет, они просто брали щенков, отрезали им конечности и выкалывали глаза, за что получили по 150 часов принудительных работ. Для многих остается загадкой, почему так мало и где вообще реальный срок. Благо, что по другим статьям нашелся для них срок. Просто они еще умудрились совершить разбой, вооруженными напали на человека, и теперь по статье 160 получили по три года. А Алене Савченко добавили еще и по 282 полтора года. Никто, конечно, не радуется, что людей посадили в тюрьму, но, блин, как можно спокойно жить, зная, что рядом находятся люди, ходят по улицам, которые режут ради прикола животных. Я вообще не понимаю, как на такое можно пойти. Да вы что, ебанулись, что ли? И да, я обещал вам рассказать подробности по делу об убийстве Стаса Думкина. Так вот, 30 августа подозреваемый Корней Макаров, который сын актера из интернов, был доставлен в суд города Москва, и там ему объявили меру пресечения в виде заключения под стражу на полтора месяца. Я и этот ролик записывал 30 августа, поэтому у меня могут быть не самые последние новости, но, тем не менее, видим, что дело трогается с места, и вполне возможно, что всем удастся узнать правду, понять мотивы драки, и точно ли это был Корней Макаров там. Если же докажется вина Корнея, то ему грозит до 15 лет лишения свободы. Поэтому никогда не провоцируйте драки на улице, это не поможет вам ничего решить, и в худшем случае... В принципе, трагический пример у вас уже есть, вы знаете, что может быть в худшем случае. На самом деле, трудновато столько говорить о сложных новостях, но попробую внести немножко положительных нот. Первое — это то, что ютуберу исполнилось два года. Все началось с группы ВКонтакте, а в октябре 2015-го появился и канал. Помню, как я постепенно начал знакомиться с блогерами, я думал, воу, это же блогеры, а потом оказалось, что блогеры такие же люди, как и все остальные. Начал больше с ними общаться, и вот когда мы обсуждаем ютуб, то иногда во мне просыпается азарт. Так уже было с Русланом Кузнецовым и Аленой Веном, когда мы играли с ними на рекламу, и они проиграли. Кто проигрывает, тот у себя на канале делает интеграцию другого канала. Теперь же и я проиграл такой спор, и проиграл его Ася, которая раньше была на канале 69 оттенков пошлости, теперь у нее есть свой канал, и сейчас я должен сказать, что у нее вышел социальный эксперимент. Социальный эксперимент, где люди пытаются сами себя, без всякой лести, по-честному охарактеризовать. Мне кажется, я не добираю по весу. Мочалка какая-то на голове, мне иногда кажется. Ужасные брови, они типа густые, наверное, почти как у Брежнева. Я бы хотела сделать операцию... Можно всего лица сделать? Ролик и на самом деле прикольный, так что пишите в поиске Ася Сэй социальный эксперимент, ну и включайте ее ролик, пишите в комментариях, что вы от ютубера. Как я уже сказал, ролик был записан 30 августа, сейчас я позволил себе немножко отдохнуть, поэтому, кому интересно, фоточки с пляжа в инстаграме моем, ссылка на него в описании, переходите и пишите под фотографиями, что вам привезти с моря. На этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инсту, на нашу группу ВКонтакте, везде-везде. Ставьте лайк и спасибо за просмотр. Это был проект Ютубер. Меня зовут Эрик. Всем пока.